Елизавете Фельдман, 92 года. Диплом врача она получила в памятную дату 22 июня 1941 года. В этот же день молодого хирурга отправили на фронт. Хрупкая женщина прошла всю войну, спасая сотни жизней. Награждена множеством боевых медалей, в том числе и орденом Красной Звезды. Живет Елизавета Фельдман в доме на улице Победы, который когда-то построили вместе с мужем. Дочь и зять помогают пожилой женщине. Вроде бы все хорошо. Да вот только проблема с канализацией никак не решается. Проблемы в доме всегда есть. Но канализация. Есть проблемы со сливом воды. Скажите, вы куда-то обращались по поводу этих проблем? Да, обращаюсь. И какой результат? Пустой. Еще год назад женщина написала в госадминистрацию письмо о подключении ее дома к городской канализации. Однако сначала ей ответили, что нет технической возможности. А затем, спустя несколько месяцев, неожиданно такая возможность нашлась. И все соседские дома все-таки подключили к канализации. Всех, кто за это заплатил. Однако ближайшему соседу Елизавете Фельдман не повезло и после оплаты. Не совпадение трубы, не течет вода у нас в концентральной канализации. Когда вы провели канализацию? В прошлом году. А каким образом? Кто вам проводил? Ой, я даже не знаю. Но вы заплатили кому-то деньги? Заплатили деньги, наняли работников, да. Это только лично вы или еще соседи? Соседи тоже. Изначально внесли 200 долларов, а дальше не знаем. И как вы сейчас выходите из ситуации? Я просто пошел в водоканал, написал бумажку, что мы не пользуемся канализацией просто и все. Что касается самой хозяйки дома номер 68, то никакие ее просьбы и письма в прокуратуру и другие инстанции не возымели действия. Ответ, который получила Елизавета Фельдман, нам подтвердили и в госадминистрации. По словам заведующего отделом коммунального хозяйства и строительства Василия Бордежи, для ветеранов войны не предусмотрены льготное строительство и подключение жилых домов к инженерным сетям городской канализации. Для пенсионера даже 200 долларов – огромная сумма. И Елизавета Фельдман надеется, что чиновники еще раз обратятся к указу президента, в котором говорится о неотложных мерах для реального улучшения условий жизни ветеранов войны.